Новогоднее поздравление для участников специальной военной операции приготовили учащийся Центр образования ступеней Биробиджана. Более 100 неравнодушных ребята, их родители и педагоги примут участие в акции «Добрая новогодняя мастерская». Она проходит по всей России в рамках проекта «Мы вместе». Уже на протяжении двух предновогодних месяцев в учреждении происходит череда мероприятий, воспитывающих патриотические чувства учащихся. Воспитанники, в свою очередь, дарят поддержку и делятся теплыми эмоциями с военнослужащими, участвующими в специальной операции с помощью собственноручно изготовленных подарков. Они находятся очень далеко от дома. А Новый год – это семейный праздник. Праздник, который мы, как принято, проводим в кругу семьи, друзей, родных, близких. И чтобы их поддержать и высказать им свое внимание, доброту, заботу и нашу любовь, чтобы они почувствовали то самое тепло. Дети осознают и понимают свою причастность к данному событию. Конечно же, они тоже переживают и хотят поддержать. Данная акция вошла в масштабный российский проект «Мы рядом» российского движения детей и молодежи по направлению «Мы вместе дети». Ребята создали для военнослужащих праздничные открытки с пожеланиями и гирлянды, которыми военные смогут украсить место дислокации, наполнить его уютом и заботой. «Чтобы хоть как-то скрасить то, что им сейчас и так тяжело, а еще и семейный праздник они проводят без семьи, мы пытаемся их поддержать друг с другом. И показать, что они не одни. Даже если они далеко от родней, от близких, от друзей, то все равно есть поддержка извне». Ребята стараются передать новогоднее настроение и желают, чтобы следующий год бойцы провели в кругу своих близких. Новогодние открытки и украшения будут переданы руководителями Центра образования «Ступени» в региональный штаб сбора гуманитарной помощи «Мост» Еврейской автономной области. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.